Добро пожаловать в живописных городов Европы. Столица провинции Западная Фландрия, Брюгге. Одноименный футбольный клуб в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы принимает Минская Динамо. Ну, вы знаете, это видеозапись, порой телевизионщики идут на такие трюки, дабы была полная иллюзия эффекта, что это лайф, прямой вариант, нет. Вы знаете, это интервью, поскольку картинку мы получаем уже минут 40, видели, слышали, но говорят по-фламандски, что мог разобрать Олег Антон Путила, Гамбург. И главный тренер Брюги, Адри Костер, и, в частности, давал также интервью Райан Донг, голландский центральный защитник бельгийского клуба, но вот, в частности, он принялся Путила. Сегодня несколько бельгийских газет вышли с такими более чем шапкозакидательскими прогнозами. Динамо не тот соперник, Брюги все должен решить в первом матче на своем стадионе. Конечно же, все мы с вами находимся, я думаю, долго еще будем в таком состоянии пребывать. Под душа поет с мажорным впечатлением от блестящей игры БАТЭ. Минут 40 назад звонил в Брюги, беседовал с пресс-этажей Динамовцев Олегом Соболевским, рассказал ему в подробности, как сегодня в Борисове проходил матч. Ну, не знаю, как уж порадуются динамовцы, но вряд ли, конечно, игроков-то стали отвлекать от того, чтобы они как надо настраивались на свой матч, но руководство команды знает, как сегодня здорово проявили их себя заклятые друзья. Итак, уважаемые друзья, стадион имени Яна Бределя. Кто такой Ян Бредель? Фламандский национальный герой, мясник в цивильной жизни и вот в 14 веке был выдающимся повстанцем в борьбе за независимость Фламандии от Франции. В стадион его трибуны вмещают 29 072 зрителя. Блю армия, синяя армия, ну, игроки брюки называются сини-черными, порой есть такое не проще по цвету форм, так вот, фанатский сектор, очень там ярко экзотика хватает выглядеть, нам их уже показывали. Ну, а мы с вами, ну, вот это уж некрасиво, да, международную картинку бельгийской рекламой перебивать. Дорогие друзья, так мы не договаривались, но вот слава тебе Господи, что не так долго мы видели, какие там рекламные ролики у них в Бельгии. Так вот, уважаемые друзья, надеемся мы, что Динамо сможет достойно себя проявить. Команда в шаге, в двух шагах, точнее говорить, да, на следующей неделе повторные матчи от группового турнира Лиги Европы. Удалось мне посмотреть, естественно, в записи матч второго тура чемпионата Бельгия, а сыграло там всего три тура, стартовал он 31 июля, когда Брюген на этом родном стадионе без проблем расправился с Энт Руйденом, 4-1, довольно скромно выглядели гости. Может быть и трудно судить об истинных возможностях вот по той встрече сегодняшних соперников Минчан, но на что прежде всего обратил внимание. Плотно сбитый камерунец Дорш Куэма, единственный настоящий форум, сегодня будет абсолютно тот же состав, который вот исходя из трех первых туров основной. У Брюги, у Динамо состав один к одному, какой был в домашнем матче с Макаби, легко вы все понимаете, тут все было ожидаемо. Так вот, хороший форум, бьет с обеих ног, умеет открываться, не исключительно центральный нападающий, смещается часто к левой бровке. Очень, вы знаете, такие креативные, энергичные, крайние хавы. Справа француз, шестой номер Вильфри Далма, уверен, многие из вас его помнят прежде всего по матчам за французский Марсель. Ну, у него много было клубов. А слева играет очень такой интересный, хороший полузащитник, игрок молодежной сборной Хорватии, Иван Перишич, реактивный удар у него очень мощный. Ну, и все нити игры идут от опорного полузащитника Вадис от Жиджа. В общем-то, в 95% случаев, ну, вот узнаем и Владимира Япринцева, и Валерия Стрельцова. Так вот, вы знаете, в 95% случаев партнеры, ну, примерно, как я мог подсчитать, абсолютное большинство, скажем так, зря тут уже до процента все вычислили. Так вот, ищут его, и во многом созидательная, разнообразная игра Брюги зависит от того, в каком настроении, в какой форме, прикрыт или не прикрыт соперниками, этот 32-й номер. Ну, как-то принято считать, что Брюги играет в силовой футбол, ну, не знаете, нет, в матче с Эдд Трюденом хватало и какой-то изящности, и проявлений техничного футбола. Польская бригада судей Марцин Бронский ее возглавляет, 39 лет ему, варшавянин, репутацию у него мягкого арбитра, судья второй категории УЕФА. Знаете, есть там градации свои, то есть, ну, явно не из элитного, что ли, отряда арбитров. Вот, Рафал Ростковский, Томаш Листкевич, семейные династии и в польском судейском корпусе присутствуют, ну, и у нас, вы знаете, династии Ясинских, Семеновых, Пыреевых, Жуков, кого угодно можно вот ничего вспоминать. Адри Костер и Владимир Гольмак, наставники команд на ваших экранах, ну, еще раз быстро-быстро у состава. Гости, Динамо Семинска, предсказуемый известный состав, но тем не менее. В воротах Андрей Горбудов, защитники справа налево, 20-й номер Олег Веретило, 75-й Виталий Мараховский, 13-й Сергей Кондратьев и 19-й Орельен Монтаруб. Его родители, много иных родственников, знакомых, приехали из Франции сегодня здесь на матче. Опорный хав, второй номер Станислав Драгун. Справа в полузащите 9-й Андрей Чухлей, ну, будем считать слева, ну, понимаем, свободный художник, тут с оговорками, 14-й Антон Путило. В линии полузащиты также 8-й номер Олег Страханович, форвард, как обычно, один, выдвинут вперед 11-й номер Александр Сазанков и рядышком с ним 10-й номер Сергей Кисляк, наш капитан. Состав бельгийской дружины о воротах Стейн Стейнен, защитники. Слева третий номер Петер Вандерхенден, Хейден, извините. Слева бразилец, новобранец команды, 17-й Маркос Камоцата, ну, у него, если, как говорят, футбольное имя, просто Маркос. В центре защиты 4-й номер капитан команды, впервые в этом сезоне у него повязка на руке, Карл Хуфкинс и 18-й номер мощный голландец Райан Донг. Два опорных полузащитника, 11-й номер Джонатан Блонделл. О, извините, возникает момент, что Сазанков, ну, так, не знаю, полагал, как мне кажется, Александр, что не все так было безоблачно, вот как его там атаковал, встречал соперник. Ладно, при Русь знакомить с составом, Мараковский мяч вынес, и тут видим и Варгас, да, его пытался вместе с Куэма сразу так вдвоем накрыть наших, ну, и Сазанков по-прежнему баражирует здесь на линии динамовской атаки. Итак, два опорных полузащитника, 11-й Джонатан Блонделл, слышал, как бельгийские комментаторы ставят ударение, произносят имена, фамилии игроков своей команды, не сомневайтесь, все выверено. 32-й Вадис Оджиджа. И на флангах полузащиты, как я уже говорил, справа 6-й номер француз Вилфрид Далма, слева 44-й хорват Иван Перишич. Под нападающим венесуэлец, 20-й номер Рональд Варгас, и вперед выдвинут 40-й Дорш Куэма, камерунец. Ну вот, показали нам, как Дапов своему флангу Иван Перишич набирал скорость, ну, а тут уже в центре нашего внимания оказался центральный защитник Динамо Виталий Мараковский. Сразу обращаю ваше внимание, к сожалению, из 11 игроков стартового состава Динамо, 7 имеют предупреждение. Не дай бог, горчичник у кого-то из них сегодня, и 26-го августа в повторном матче на Динамо мы их не увидим. Ну а, поскольку в том числе Брюге прилично пошумел на европейской Еврокубковой футбольной арене в прошлом сезоне, команда дошла до 1-16 лиги Европы, но вот Минчи в этом же турнире начинала, начинает вот с этой стадии, с раунда плей-офф. Так что тут у игроков, в смысле предупреждения, все чистого листа. Сегодня был очень погодный денек в Брюге, ну и сейчас где-то около 20 градусов тепла. 39-й раз Брюге выступает в Еврокубке, видите, богатый тут топ, и дважды команда доходила до финалов. В 76-м году в решающем матче Кубка УЕФА в Англии проиграли Ливерпулю 2-3, а дома соперники Динамо вот с ливерпульцами сыграли в ничью 1-1. Уступили в финале. Дуис с Ливерпулям вели борьбу за Кубок Европейских Чемпионов в финале 78-го года на Уэмбле. Брюге там также проиграл 0-1. Итак, Динамо, 4 игрока точно в кадре. Ну вот, к сожалению, все прерывается, ну, короче говоря, скажу иначе, Джонатан Блондэл, он прервал динамовскую атаку Драгун. И как же здорово Кисляк дает Драгунду! Друзья, я вас поздравляю! Шестая минута! Стас Драгун! Классная голевая передача. Ну а дальше-то, посмотрите, ох, вы не поверите, вот за эти такие явно неуважительные высказывания отношения к нашему Динамо еще тем паче хочется, чтобы сегодня все у белорусов получилось. Ну и посмотрите, в своем стиле Сергей Кисляк пробил. Пробил, посмотрите, Драгун, извините, пробил, Кисляк ему ассистировал тут уже от радости безмерной космической главных действующих лиц. Вот все-таки в таком окончательном варианте это будет правильно, мы их так называем. Да, здорово, как все получилось. Не правда ли у Динамо быстрый, быстрый мяч, быстрый гол. Итак, наши повели в счете 1-0. Плотным, с точки зрения информации, получился у меня старт в этом репортаже. Немножко. Паузу буду брать, естественно. Ну а наши мы видим, похоже, что бельгийцы, что-то там похоже. Заметили, какие глаза просто сумасшедшие были у игрока бельгийской команды. Шок, не шок, но состояние явно некомфортное. Тут же что вы собирались мешок мячей забить нашему Динамо. Сделать игру через неделю в городе Герои Минске просто формальностью. Естественно, наш капитан возле мяча. Тут даже и воздух зря сотрясать не надо. И так понятно. Ну и видим, до ворот где-то метров 30. Итак, Станислав Драгун. А мы еще раз посмотрим, а. Да, прошил вратаря, как говорят, просто великолепно. Второй его гол в нынешней Динамовской Еврокубковой компании. Отличился он и в повторном матче с Калевом. Воспитанник трудовых резервов Николай Мирончик, его первый тренер. Играл три сезона в Локомотиве, полтора сезона в Гомеле. Но вот трижды подряд, три года подряд становился серебряным призером наших белорусских чемпионатов. Маркас. Далма. Ну, видите, да, там мощная у него фигура. Дорш Куэма. Да, арбитры абсолютно правильно не соглашаются с Вилфридом. Далма. Гости должны вводить мяч из-за боковой линии поля. Хуфкинс. Воздухе тут опередил Динамовца. Выбил мяч за пределы поля. Хорошо, посмотрите, как используют наши фланги. Навес получился, так скажем прямо, совсем не удачным у Андрея Чухлея. Донг. Неужели нет апсайда? Нет, тут справа-то понятно, Долма был в правильном положении. Да, вот так вот наклонил корпус Дорш Куэма. Бьет с обеих ног. Быстрый такой игрок штрафной. Ну, а вот в последнем матче чемпионата Бельгии дал бычка, как говорят. Как Ксимшов недавно, как Матерадзе в свое время ударил соперника из клуба Сёркальбрюге. А тут было дерби. Дерби сверхсерьезное. Ударил в грудь. Четыре матча дисквалификации получит. И так доходит дело до первого предупреждения. Ну, не говорил я вам тут, у кого конкретно из динамовцев есть предупреждение, у кого нет. Монторуб в число той семерки, которой никак сегодня нельзя горчичники зарабатывать, к счастью, не входит. Ну, попытка сыграть в мяч. Матч подсек соперника. Было дело. 2006 года носит бэджик FIFA. Мартин Бронский. Интересные детали в его судейской карьере. В восьмом году семь матчей обслужил чемпионата Японии. Публика негодует, наших бьют, наших обижают. Обычная, да, знакомая и нам реакция трибун. Ну, а видим Динамо сегодня не спеша. По брату Путила, так скажем, прямо рискованно. Играл направо, но все обошлось. Кислях вот тут один. Ну, как-то да, все-таки выдвигается на него, пусть с опозданием. Видим Карл Хуфкинс, четвертый домер. Мараховский. Вот, пока тут ждал Долба. Замечательно сыграл на опережение наш игрок. Это был Путила Сазанков. А тут уже Драгун. Опережает соперника. Не боюсь сглазить. Отмечаем, что без всякого, может быть, объяснимого обалдения Мандража. Спокойно, динамовцы играют. Страханович. Кисляк. Страханович немножко Сергея не понял. Видели, с опозданием только собирался стартовать. Нет, он даже-то и рывка не предпринимал. 55 лет. Вот он тут среди коллег, которые в спортивной экипировке. Красавец. Дэнди настоящий. Голландец Адри Костлер. Три матча за сборную провел. Играл вроде в СВ. Ну, а тренером поработал во многих клубах. В том числе и в Аяксе. Там и не без успеха. Юношеские команды тренировал. Ну, а четвертого по пятый год возглавлял. И первую дружину. Ну, Варгаса сбивает Станислав Драгун. Вот у нашего опорного есть уже горчичник. Ну, вот хорошо, что польский тут арбитр решил ограничиться устным замечанием. А вы заметили, что Монтаруп подстраховывал-то партнера. Был готов тут встретить Варгаса. Полузащитник. 23 года ему. 12 матчей за сборную. Из футбольного клуба Каракас. За полтора миллиона евро. В восьмом году он перебрался в брюки. Долма. Пробивает этот штрафной. Заброс в центр. И Райан Донг. Да, это голландец. Я вам говорил, что фактурный парень. Метр девяносто два. Отличная координация. Уверенно работает с мячом. Ну, и у него есть корни. Суринама, да? Восторгались мы его поколением. Той голландской сборной. Ван Бастен, Гуллин, Райкер. Были там темнокожие игроки. Многие из них именно из Суринама. Он говорил так в полной. Где нам найти таких отцов-то, которые помогали бы рождаться таким великим игрокам? Ну, а Динамо исхитрилось, посмотрите, провести еще одну какую разящую контратаку. И паста был на Александра Сазанкова. Ну, что вы скажете? Попал бы, играл бы в Барселоне или в каком-то другом великом клубе. Ну, а геометрия этой атаки, не правда ли, очень симпатичная. Там Страханович-то, я не знаю, но вот почувствовал бы Сазанков или бы Олег бы там крикнул, пропусти. И то, что Страханович, на мой взгляд, при всем уважении к Александру Сазанкову, ворота попадает все-таки чаще, чем форвард. Ну, я думаю, что многие из вас со мной согласятся. Ну, а плюс ко всему-то поэстетствовать мы могли бы. Как бы это красиво, изящно выглядело. Ладно, проехали. Отметим, что вот в эти уже почти 2.30 секунд 15 минут, которые сыграли команды. И явный такой акцент на атакующие действия. В середине поля мяч-то вообще не задерживается. Ну, понятно, да, что коль тут Брюге хочет в пух и прах разбить наше «Динамо». Но, видимо, мячане отнюдь не в таком печально скучном варианте второго номера пытаются искать свой шанс там при редких. Когда уж перестраховка будет в стопроцентных контратаках. Нет, «Динамо» играет смело, «Динамо» играет симпатично. Ну, и, естественно, во всех этих оценочных категориях главное вот это 0-1. Блондал так через плечо смотрит. Что, похоже? Нет, ничего не похоже. Но польский арбитр понимает, что матч вот такого уровня, плей-офф Лиги Европы, ненапряженным, легким быть не может. Видели, какая у него концентрация? В минувшем сезоне за выход в групповую стадию Лиги Европы тот или иной клуб получал 1 миллион евро. А вот за факт участия в плей-офф 90 тысяч. Что называется, почувствуйте разницу. Ну, естественно, не все деньгами-то едиными в жизни измеряем. Понятно, болельщики, престиж страны, своего футбола. И сия моральной категории. Не пустой звук. Ну, вот не стал Путило выбивать-то мяч. Хотя там по-прежнему горчится-то на поле. Посмотрите. Один из игроков в белой форме. Ну, похоже, что болельщики на трибунах стадиона не понимают, почему сами динамовцы-то продолжают игру. Честно говоря, им нет, не очень понятно. А вам? Ну, вот видим эпизод, когда тут атаковал Карл Хуфкинс. Александра Сазанкова, что на плечо, Саша, похоже, неудобно приземлился. Ну, а вот эпизод тут мы видим. А, да, это же Драгун, Драгун, конечно. Что это вдруг я об 11-м заговорил. Конечно, это Станислав Драгун и атаковал его Джонатан Блонден. Но это уже другой момент, мы видим. Это было два там подряд нарушения. Помните, да, что игрок-то лежал ближе к центральной линии поля. Ладно, ну что, неужели Кисляк-то своей феноменальной правой, уже ли из такой сверхдальней дистанции к мячу приложился? Были у него другие варианты? Ну, не знаю. Сазанков явно делал забегание в штрафную по центру. Путило! Здорово-то! Переместился в центр. И поохаем, пояхаем. Как же так мяч чуть в сторону, чуть в угол не полетел. Да, вот не знаю, как... Посмотрите, как ошибся это защитник бельгийцев. Капитан многоопытный Карл Хуфкинс. Похоже, что дело не только в этом сверхбыстром забитом мяче. Да вообще, вот такая смелая, яркая, разнообразная игра Динамо. Ну, огромное удивление для Брюги. И команда пока еще не понимает, что происходит. Вот так вот отбойно. Куда подальше. Один из штрешков, что ли, более чем красноречивых и характерных. Вот картине, характеру матча в первые 18 минут. Ой, не знаю. Позвольте, выражу общее мнение. Если вот так Динамо будет играть и, естественно, прижимать соперника к воротам. Да, есть там яркие игроки. Не давать Брюги-то, естественно, проявлять свои завидные качества. И этот матч сегодня даст нам замечательный повод для хорошего настроения. От 15 до 35 евро стоили билеты на этот матч. Ну, а владельцы абонементов, кстати, получили право бесплатно посмотреть еврокубковую баталью. Кондратев. Ну, видите, всегда пытается продавить такой явно таранного типа, как я вам сказал, нападающий Дорш Куэма. В 17 лет, 10 лет назад вызвал интерес многих клубов с громкими названиями. Долба! Карбунов на месте. Так вот, когда его было 17, и Андерлехт, и ПСВ, и Аякс, и Герта, и Гамбург. А он пошел в Сашо. Затем Ариз, Татабаня, Дебритсен, Дуйсбург, Греция, Венгрия, Германия, понимаете? И в каждой из этих команд забивал и забивал много. Ну, тут он с 9-го года в лиге 16 мячей, в Еврокубках 3. Метр девяносто два. Игрок сборной Камеруна. Оджиджо тут справа, вот, подключался к этой атаке своей команды, опорный полузащитник бельгийцев. И посмотрите, какая опять своевременная, скорее чем средняя, длинная передача. И опять там и свободные зоны, и оперативный простор появляется. А в этот четверг 35 матчей первого раунда плей-офф Лиги Европы проходит. Два были сыграны позавчера. Ну, и сегодня уже, кстати, пять встреч закончились. А у наших еще один момент. Ну, как-то так. Гарда крупный класс Сазаркова, может, тут был бы и более уместен. Хотя, не знаю, там же видели. Это Виталий Мараховский был, да? Наш центральный защитник. Нет, уже девять встреч закончились. Ну, будет пауза. Ладно, обо всем не вспомню. Скажу только, что ЦСКА выиграл у Анорбосиса 4-0. Дублями отметились Думбия и Зоран Кошич. ПСЖ Макаби Тель-Авив 2-0. Байер Ливерхузен Таврия 3-0. На второй добавленной минуте пенальти реализовал Михаэль Балак. Нет, видите, зря этом настаивал на крупном плане Александра Сазанкова. Пускай и самую малость, не сильно, но Виталий Мараховский мяча так коснулся при этой нашей атаке. Но пока картинка исчезала, словом Братислава Штутгарт 0-1 еще вам сообщил результат. Ну, естественно, еще и еще раз Батэмори Тимо 3-0. В 23 часа в Испании с Велериалом начинает встречу Могилевский-Днепр. Ну и белорусское присутствие в сегодняшних матчах плей-офф. Это еще во встрече Днепр-Днепропетровска Лех Позналь. Сергей Кривец первых минут вышел на поле. И поляки выигрывали 1-0 по ходу матча. Ну вот, тут уже возникает... Кондратьев как-то так не успевает. Тезка. Лучшего бомбардера, однофамилец лучшего бомбардера белоруса в Еврокубковых турнирах. Георгий Кондратьев 10 мячей забил. Нет, все-таки зря я тут. Не прав. Все, все, беру свои слова обратно. Вначале как-то и не рассмотрел. Именно Кондратьев-то головой выбил мяч за линию ворот. Долман. Он обычно выполняет эти стандарты с ревого фланга. Ой-ой-ой, как здорово! Монторуб. Головой бил, по-моему, Иван Перишич. Давайте посмотрим. Да, как-то опередил он тут. А уже среагировал на удар. Обратите внимание. Полетел, но так и не долетал. Естественно, не успевал прикрыть там справа всю площадь. Это вот в нижней части, так сказать, помешать мячу влететь. Монторуб здорово отстраховал вратаря. Двадцать четвертая минута в матче Брюге. Динамо-Минск. Наши впереди 1-0. Станислав Драгун в самом начале матча. После изумительной передачи Сергея Кисляка неотразимым, хлестким ударом отправил мяч в сетку. В Днепр проиграл Леху 0-1. Там матч уже закончился. Уточняю. Ну вот и тут француз устанавливает, видите, сколь тщательно мяч возле углового флажка. Настаивают французы, что еще один должен быть подобный стандарту. Это крупный план был Ивана Перишича. Да, именно он ударил. Ну-ка посмотрим, а кого же мяч-то задел? Неужели Олег Веретило коснулся? Вильфрид Долма. Боль француз. Ударение везде на последний слуг. 28 лет. Нант, Марсель, Гриноба, Лечи. Сантандер, Стандарт, Льеш. Вообще у него 10 клубов. Да, что-то тут неприлично большой, длинной оказывается серия угловых-то возле наших ворот. Ну, а что поделать? Тут Кондратьев выбрасывает ногу и прерывает подачу все того же Ивана Перишича. Хорват, неправда ли, обращает на себя внимание пока куда больше, чем вот этот грозный, фактурный центр-форвард. Долма. Ну, похоже на то, что в воздухе мяч уже покинул пределы поля. Остров Мартиник. Вот оттуда есть, так сказать, корни в родословной Долма. Владимир Гольмак, Сергей Яромко. 31-й улья, как я сказал, стартовал чемпионат Бельгии. В начале Брюге на выезде проиграл скромному клубу Кортрейк. 0-1. Затем здесь уверенная победа над Сент-Труденом. 4-1, я говорил. И 15-го августа в серкле Брюге. Просто Брюге 3-1. Оба клуба выступают на этом стадионе. Просто там дерби у них невероятно принципиальное, важное. И вот сегодня, как вы сами понимаете, еще дополнительная тут мотивация подсластить пилюлю. Улучшить свой имидж, свою репутацию в глазах болельщиков. Ну и видим тут по угловым. Вот на этом 5-минутном, скажем так, не более отрезке матча, сколь ощутимое превосходство по количеству этих стандартов получает Брюге. Итак, ровно 27 минут сыграно в этом матче. Вновь долма. Громко кричит Ягорбудов. И опережает его Перишич. И успевает арбитру показать, что, дескать, полагает. Ох, там его не то что толкали в голову, по-моему. Заехал перчатками. Так и есть наш вратарь Андрей Горбунов. А что делать? Воспитанник 7-й СДУШОР 7 города Могилева Андрей Горбунов. Третий сезон. Он футболист Минского Динамо. Но вот как-то так, да, вот за счет этих угловых, так за сердцем хватались, друзья, казалось, нескончаемых. Сумели синий-черный динамовским воротом перевести игру. Как-то хочется нам, чтобы вновь как-то так влево побольше и подольше, все бы смотрели. Драгун, Чухлей. Ох, стелется в подкате. Там Вандерхейден встречает нашего правого полузащитника. Итак, после трех турров 100% результат в чемпионате Бельгии имеют Генг и Мехелин по 9 очков. У Брюге 3 очка, 9 место. Варгас, кстати, в июне 2008 года, когда сборная Видюселла одержала историческую победу над пентакампионами, над командой Бразилии, 2-0 счет был. Вот он там забил первый мяч. Сергей Кисляк. И плюс еще 7 динамовцев. Участвует, ну, не знаю, в розыгрыше этого стандарта в этой динамовской атаке. Вновь Перишич. Тяжело дышит Ваня. Страханович сохранил Олег мяч в поле. Свистите, свистите, ничего от этого не изменится. Монтаруб. Француз тут как, а? Не смущает. 3-4 соперника перед ним. Путила. Драгун. Монтаруб. Страханович. Страханович корпус. Мы-то с вами знаем. Как-то непросто подобраться к мячу. Донг. Долма. Француз проигрывает борьбу. Там уже, посмотрите, правая, левой рукой пытается остановить Сазанкова. У наших мяч, судья поляк, дает играть. Официальный сайт UEFA утверждает, что на шестой минуте Станислав Драгун забил пока в этом матче единственный мяч. Долма. Перед ним Монтаруб. Долма забрасывает мяч на линию площади ворот. Маркас. Долма. Нет, пятка не решил. Бразильцу мяч вернуть. Долма и Маркас. Маркас Камацата. Вот из этого стартового состава брюги новобранцы команды. Ну, пришел еще перед сезоном серп нападающий Стефан Щепович. Он сегодня в запасе. Отжиджам. Мягкая передача. Плеймейкер дает вперед. Горбунов. Ой, чтоб там травмы не было. Ну, камерунец по-хамски. При всем понятном его желании не уступить вратарю, но вперед двумя ногами. Давай еще раз посмотрим этот момент. Отжа, отжа. Варгос. После того, как к нему мяч получил. Нет, не пас делал. Уже падая от ноги венесуэлиц. Он падал, а от его ноги мяч-то прилетел. Камерунсу. Да, абсолютно справедливо. И ему Мартин Бронский предъявил горчичник. Отжи, отжа. Ну, еще раз повторю. Очень такой интересный игрок-то. И вопрос его нейтрализации для динамоцев, на мой взгляд. Сужу, правда, по одной игре. Все лишь брюки, которые удалось увидеть. Наверное, будет один из ключевых моментов для нашего Динамо. Вот, все нам показывают Камерунца. Перед чемпионатом мира он был в списке 30-ти, но вот в окончательную заявку не попал. Здесь в девятом году подписал контракт на три года. Ну, а вот за то, что в дерби, еще раз говорю, бычком заставил упасть на газон Ханса Корнелеса. Четыре матча дисквалификации и штраф 600 евро. Вот такие законы в бельгийском футболе. В футболе более чем своеобразном. В минувшем сезоне 16 команд было в сильнейшем дивизионе, в позапрошлом 18. Там два этапа. Вначале двухкруговой турнир. Потом первая шестерка. А очки делятся на два. После регулярной части сезона. Но вот еще проводят между собой два круга. Бронзу завоевал Брюне. Страханович. Монтаруб. Борьбу пас. Долба. Выбивает мяч за боковую линию поля. 11 минут до окончания первого тайма. Ну вот, узнали мы с вами, если кто был не в курсе, как так дружески. Коротко называют Александра Сазонова в бело-голубой дружине. Кисляк. Чухлей. Ну, убегай, Андрей. Но при этом, естественно, не надо было там трогать соперника. Интересно, на каком языке? Поляк-то наверняка русский понимает. А Андрей там пару ласковых успел обронить. В воскресном дерби на этой поляне два удаления было у Брюге. Иван Перишич на 61-й минуте. Дорж Куема на 95-й. Драгун. Мараховский. Монтаруб пришел из центра на свой левый фланг. Передача адресовалась Кислому, Сергею Кисляку. Ну и еще одно у нас предупреждение. Александр Сазанков. И он вот в ту семерку. Число семи игроков, которые находились под карточками, также, к счастью, не входил. Итак, Монтаруб на 10-й минуте. Сазанков на 36-й. Получили предупреждение. Да, тут Варгасу посмотрите, в какой позиции дали принять мяч. Скажем, прям повезло, что венесуэлиц-то дальше там в штрафную не влетел. Долма. Маркас. Да, там и в спину толкает. Мы видим еще даже до того, как, по-моему, мяч принимал. Не теряет же концентрацию, а? Дорш Куэма. Заметили, как пересчитал позвонки нашему защитнику. Проходит передача пяткой. Путила возвращал. Сазанкову, по-моему, Путила. Но вот Страханович там в центре был в хорошей позиции, мне казалось. А Драгун показывает партнером. Спешить не будем. Да, торопиться не надо. И динамовцы решили подержать мяч. Ну, в поединке соперника, до которого вот такой невероятно холодный, неожиданный душ. Буквально обрушился уже на шестой минуте. И который долго-долго-то соперник. Опять хочу надеяться, что тут не ошибаюсь. В этих моментах психологии приходил себя. Конечно, держать мяч будет его из себя выводить. Карбунов. Сумел переиграть и Монтарупа, и Путила. Ну и над головой, несмотря на все его метр девяносто два сантиметра, Куэма. Мяч сейчас для нас пролетел и оказался в руках у Андрея Горгунова. Не слишком прижимаются динамовцы, как вам кажется, к своей штрафной. Маркас. Оджиджа, Долма. Маркас. Заметили, да? Бразилица налево повернул голову. Успел бросить взгляд. Может, там кто-то из партнеров. Хорошо открылся. Нет, это только кажется болельщикам на трибунах стадиона, что Олег Страханович фалил против Долма. У Кисляка предупреждения нет. Сразу вас спешу успокоить. Не знаю, дойдет дело до карточки сейчас или нет. Давайте посмотрим, что что-то было. Ну, в футболе такие стыки, такие столкновения. Обычное привычное дело. Ну, там даже целую подборку дали, да? Как по мнению бельгийских телевизионщиков. Кисляк и Страханович. Не очень по-джентльменски встречали синий-черк. Антон, убегай! Ну и что? Куда Антон убежит? Пока Чуклей там у нас по правому флангу. Видели, как стремительно набирал обороты. Перед глазами. Онлайн на сайте UEFA. Ну, не у всех, может быть, есть возможность сейчас пользоваться интернетом, заглядывать в компьютер. Ну, нет, друзья, что-то такого сверхинтересного, чтобы и свое, и ваше внимание отвлекало от событий. Этого футбольного матча не вижу. В перерыве будет несколько минут. Наверное, затронуя эту тему. Маркас! Вдвоем, посмотрите, как его тут интересно встречали наши Путила и Страханович. Аджиджа. Перишич. Ну, его опередил, мне казалось, наш защитник Перишич. Тем не менее, мяч отобрал, и уже Горбунов ногами и здорово играет Андрей. Опередил Доржа Куэма. Нет, все тут было без нарушений. Арбитр все четко разобрался. Велико было желание нашего игрока. Развил тут скорость. Скорость Олег веретила просто космическую. Ну, и очередной стандарт. Что на этот раз что-нибудь интересное, новое Долма придумает? Хорош Горбунов! Ну, что Андрей не увидел, что там кто-то из партнеров быстро набирал обороты. И видим, так поначалу-то, я думаю, мне не кажется, заметным было желание вратарям быстрее начать атаку. Но понял, что только-только разбегаются противоположным воротам партнеры. И это разумно. Взял паузу. Толчок в спину фиксирует арбитр со стороны Олега Веретила. Без свиска не бить. Успеваем перед повтором, да, заметить соответствующий и понятный нам жест арбитра. Вы знаете, такие непримиримые враги. Тут фанаты двух клубов Брюге даже не ходят на матчи ни своей команды, дабы не помогать финансово сопернику. Перешич, по-моему, у нас в зеленых бутсах. Пока номера не видел, да, я не ошибаюсь. О'Джиджа. Застревает мяч. В центре динамовской штрафной. Thank you very much. Изравили по-фламандски или по-французски. Еще один государственный язык Бельгии. Вполне Андрей Горгунов. Наверное, так. Он бы сказал сопернику. Но, может, он не упомянул в английском родном варианте. Напомню, в групповом турнире Лиги Европы будут 12 групп, каждая из которых будет состоять из квартета команды. Групповые турниры 16 сентября начнутся. И три белорусских клуба ведут борьбу за то, чтобы попасть в эти престижные соревнования. Ох, как долго держал, да? Так обозначал направление развития атаки. Бартин-Бронский. Играем, играем. Мяч у вас. А наши решили вернуть мяч на свою половину поля. Около минуты до окончания первого тайма. Ну и, понятно, плюс там какие-то еще десятки секунд. Может и набросить орбит. Перишич. Ну, так в некоторых источниках его называют плеймекером. И опять попытка продавить. Нет, Кондратьев там с железобетоном. Несмотря на то, что не просто там ему в спину дышал, как порой штампом говорят комментаторы Дорж. Куэма толкал каждому из нас, не пожелаешь как. Полагали бельгийские газеты, что вот матч такой афишей, Брюге, Динамо-Минск, навряд ли вызовет аншлаг на стадионе. Но вот всякий раз, когда камера выхватывает трибуны, ну, не правда ли? Плотно сидят болельщики. Но, тем не менее, дружное, белосиние, белосиние. Услышали, правда мы? Вот в число этих 48 клубов, которые будут играть в групповых турнирах Лиги Европы, попадут и 10 команд неудачниц плей-офф Лиги Чемпионов. Вы понимаете. Ну да, по-моему, вот такой это был действительно крик души. Пронзительный. Наверное, было больно. Мяч нам не отдают. Тут есть положение вне игры. Горбунов, тем не менее, останавливает мяч. Ну, не знаю, что так смотрел Мартин Бронский перед собой и с опозданием бросил взгляд вот туда направо. На бровку, не знаю, тут уже не без уронии скажу, наверное, полчаса прошло, как был обязан помощник арбитра. Это никто иной, как Рафал Ростковский. Зажечь этот офсайт. Неделю назад сборная Бельгии в Турку проиграла товарищеский матч команде Финляндии 0-1. Никто из футболистов Брюги в том матче не участвовал. Вот Джордж Ликинс, наставник красных дьяволов, обошелся без сегодняшних соперников нашего Динамо. Ну, это уже, что называется, вариант, так сказать, в самую раздевалку, да? Слово это из трех... Догадывайтесь, какой слух не произношу. Рикошет. Успеем ли подать угловой? Успеем. Вон на зеленой плашечке, да, видим. 47 минут будет продолжаться второй тайм. Кисляк готов закручивать мяч в сторону ворот. А как иначе с левого фланга до правой ногой? Собственно говоря, вот и все, что было в этом первом тайме. Динамовцы здорово начали матч без тени, какой-то там робости, не знаю, пиетета, чрезмерного уважения к сопернику. Вот так. Кисляк шедеврально отдает Драгуну и Станислав красавец. Не ошибается. Кстати, очень хороший воротарь у бельгийцев. Стейн Стейн немало матчей за сборную провел. Позже об этом еще поговорю. И тем не менее. Ладно. Фламандского все равно, наверное, большинство из вас не понимает. Посему пока выигрываем 1-0 на перерыв. Возвращаемся в Грюге на стадион имени Яна Бределя. Кстати, с 99-го года вот эта арена получила такое название. До того называлась Олимпийским стадионом. Но обратите внимание, чисто не правда ли английский стадион. Все для зрителей совсем рядышком. Кстати, 62 официальных фан-клуба в Бельгии этой команды объединяют 10 260 членов. Сезонных абонементов продано 20 тысяч. Вот фанаты Blue Army учредили приз лучшему игроку. После каждого сезона вручается. У нас в хоккей, я знаю, юность в этом смысле уникальная. Также готовились в приеме трансляции нашим Андреем Пинчуком. Он болельщик Динамо. Но Андрей разделяет. Пою такую хорошую оценку. Говорит, вот если бы только еще динамо-рцы научились больше, лучше играть в пас, как это, например, делает Бате. На его взгляд, я могу согласиться, наверное, у команды получалось бы еще больше. Брюги 13 раз выигрывал чемпионат своей страны. Последний в 2005 году. 10 кубков Бельгии. Последний подобный трофей пополнил клубный музей в 2004 году. Но о том, что бельгийские коллеги абсолютно что-то порой забывают, что такое вариант международной телекартинки, об этом мы уже говорили. Да, да, друзья, уже в Беларуси работают, смотрят передачу, репортаж. Давайте не будем тут хулиганить в эфире. Затронул я тему бельгийского чемпионата. 16 команд играют в элитном дивизионе. Представляют они 15 городов. Вот лишь Брюги делегировал сюда две команды. Ну, кстати, соперники наших динамо-рцы выступают в своем чемпионате гораздо сильнее, чем их земляки из Серкальбрюги. С 2005 года вот эта дружина из Брюги финишировала в хронологическом порядке 1-й, 3-й, 6-й, 3-й, 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 3-й года подряд, как видите, бронза в своих родных чемпионатах. Что касается параллельно проходящих встреч. Ну, скажу вам, да, опять еще один сюрприз. Ну, давайте посмотрим, как выглядят бельгийские эксперты. Так вот, Ливерпуль в самой концовке первого тайма открыл счет в матче Трабзон с Пором. Сейчас срочно попытаюсь войти на соответствующий сайт, чтобы уточнить, кто же забил. Но вот пока тут еще не появилась информация, кто на Энфилде открыл счет. Ага, спасибо. Райан Бабелл на первой добавленной минуте в концовке первого тайма. Да, у бельгийцев, как мы видим, произошла первая замена. Рональд Варгас, помните, в Венесуэле там одно-два таких довольно болезненных для себя столкновения перенес. Я думаю, что причина в его неважном самочувствии. И вместо него набил Герар. Хоть десятым номером появился на поле. Ну, а вот тут осталось нашему защитнику Сергею Кондратьеву. Не первый уже раз, когда о фейерплее близко никто не вспоминает. Ну и вот так. Посмотрите, какой хороший удар. Аджиджа, ну, мяч там в каком-то десятке, в другом сантиметрах над нашей перекладиной просвистел. Ну, вот, похоже, тут какое-то неудачное движение делал Сергей Кондратьев. Вообще, вы знаете, досели четыре бельгийских клуба. Каждый из них по одному разу выходили в групповой турнир Лиги Чемпионов. Брюге в 93-м, Андерле в 99-м, Генг в 3-м и Стандарт Леш в этом 10-м году. Вот вспомнили о достижениях бельгийцев в самом главном европейском клубном турнире. Ну, вообще, чемпионат правильно называется. Чемпионат Бельгии Юпилер Про Лига. Ну, Юпилер это основной бренд. Ладно, обошлось так обошлось. На опережение Драгун, ну и при этом по опорной. Там заехал, помассировал Станислав Ахиллы. Доржа Куэма. Игрок, который вот только что вышел, имеет двойное гражданство. Бельгийское, марокканское. 24 года. Его может сыграть и в середине поля, и в атаке. С восьмого года он футболист Брюге. Из Вестерлоу перешел. Штрафной удар у нас такая была массивная стенка. И очень даже замечательно со своей задачей справилась. Да, штрафной бил. Я вам не зря рассказывал, какая пушка у этого очень палатливого игрока. Ивана Перишича. 21 год Хорвату. Зенит несколько недель назад обозначил к нему реальный интерес. От Страхановича. Ну и мне показалось, что там было нападение на вратаря. Ну а плюс ко всему наш игрок считает, что там и локтем, да? Ему кто-то из... А вот конкретно этот самый Райан Донг. Нет. Игрок ступился за Горбунова. Да, естественно. Вот почему этот жест возник. Ну а Иван Перишич, вы знаете, когда он играл за Хайдук, журналисты его прозвали новый Алеша Асанович. Понятно, да, что это сравнение может означать. Ну, в Хорватии традиционно техничные, грамотные, умные полузащитники. Звонимир Бобан, Роберт Просинечки, Лука Модрич, Ника Кранчер. Но вот многие говорят, что вполне в этот ряд, что ли, вписывается Иван Перишич. И Сошо год назад он перешел в Брюге. В прошлые годы и ПСВ, и Аякс проявляли к нему интерес. С обеих ног бьет, очень хорошо видит поле. Такой аккуратный, я бы сказал, игрок. До 15-го года контракт у него. Кисляк, Чухлей. Ах, не сумел Андрей в соответствии привести, скажем так, свое желание. Скорость, которую уже набрал и технические возможности. Кондратьев опережает Камерунца. Молодец, Чухлей. Посмотрите, как в обороне отработал. Даже полушанса не дал Андрей Набилу Дирару. Лозанна открыла счет в матче с московским локомотивом. Футбольник тут Лозанна, естественно, не город. Долма. Вы знаете, Бельгия и Голландия вдвоем претендует на чемпионат мира 18-го или 22-го года. Чухлей. Неприятный удар для вратаря. Вновь у Андрея мяч. Ну и там что Стефанович, наверное, Страханович получит карточку. И без Олега Динамо 26-го мая будет проводить повторный матч. Опасная была игра. И мне, вы знаете, еще на общем плане показалось, что так... Вот, смотрите. Как шипами прошелся по ноге соперника, выбрасывая вперед ногу наш восьмой номер. Ну, мяч не праздник, да. Помните, так переводится название мяча, который мы видели в ЮАР. Но не скажешь, что такой уж предсказуемой была траектория его полета. Вновь тут Веретило. Удачно встречает свежего игрока Брюги. Только-только этот десятый номер после перерыва, да. Видимо, еще и семи минут не провел. Вышел на газон. Ну, вот далеко. Выбил мяч. Опытный вратарь. 29 лет ему. Четыре подряд сезона. Основной галкипер Брюге. 30 матчей за сборную Бельгии. Ну, а прошлую осенью заявил, что хочет сосредоточиться на матчах за клуб. Короче говоря, международную карьеру сборной завершил. Назвал, кстати, он в мае уход адвоката. Ой, какой момент нас выручает штанга. И Веретило не выносит мяч. Ну, а что же Олегу помешало тут? Ладно, не вовремя вспомнил о Стейнене. Давайте еще раз посмотрим. Как-то так. Смотрите, какой. А штанга-то потому, что рикошет уже летел в левый угол от себя. Горбунов. Ну, и вот дальше вопрос. Как же Веретило не снял-то напряжение в штрафной? Ну, вот вроде бы первый Олег возле мяча. И видим еще возможность. И также возможность какую забивную, скажу так. Вот не попав по мячу, как следует наш правый защитник дал бельгийцам. Куема. Традиционно смещается для себя с фланга в центр. Далла. Да, ну, не могли мы, не ожидать, что сейчас, конечно же, будет оживление. Всплеск после перерыва в игре Брюги. Понятное дело, как там дрожали стенки. Адри Костер, голландский доставник, Брюги наверняка там накачку дал еще ту. Кисляк. Поджимает его Вандерхейден. Чухлей. Ну, и Чухлей тут не по правилам сыграл против Блондела. Долба возле мяча. Девять минут отыграли команду во втором тайме. «Динамо» выигрывает 1-0 на шестой минуте. Станислав Драгун распечатал нули на табло. Долма. Чухлей. Встает и очень своевременно и удачно на пути мяча. Быстро Перишич. Туда, на Долма. В угол поля отправляет мяч. Не доходит до мяча Горбунов. Благо Монтарук. Да, по-моему, француз и в этом эпизоде выручил нашу команду. Да, как-то так не по себе. Наверное, ни одному мне становится. Совсем уж прижали, придавили динамовцев к воротам игроки бельгийского клуба. Аджаджа. Аджаджа. Перишич спиной к воротам. Делал скидку. Но да нет, не обошлось. Не можем вздохнуть спокойно. Польский арбитр Бартин Бронский. Успеваем заметить. Показывает налево. На угловой флажок. В синей армии. Посмотрите, какое оживление. Да, наверняка и Андрей Горбунов предполагал, что такими непростыми для Динамо будут вот эти первые минуты после перерыва. Ну, а Стейнен просто очень такими резкими словами критиковал адвоката. Назвал его уход из сборной Бельгии подзором, издевательством над Бельгией, ее футболом. Сменил он тут Тамислава Бутину, небезызвестного в роли первого вратаря команды. Итальянские корни. Стейн Стейнем. Ну, вот его пример, что не все люди гибнут за металл, да? Вспоминаем классику. И то, что не всегда деньги в жизни самое главное. Объясню. Когда будет более поспокойно. Поспокойнее. Не забуду, что имею в виду. Ну, просто его на очень заманчивый контракт в седьмом году уже звал московский Спартак. Через год казанский Рубин. В четыре, в пять раз мог бы денег больше он зарабатывать в российских клубах, нежели в родном брюке. Нет, решил остаться дома. Долго Дерар не расставался с мячом. Ну, и прав Веретила. Поджимал его Хуэма. Ну, вот как-то если в первом тайме, ну, мы с вами, да, отмечали угловой за угловым. Но, честно говоря, какими-то они были бесхитростными, прямолинейными, эти стандарты. Вот не знаю, что тут изменилось. Или динамовцы подустали. Но вот после перерыва угловые, не правда ли, брюги несут себе куда большую угрозу. Об усталости не случайно завел речь Владимир Гольберг. В преддверии этого матча отмечал, что опасается. Сезон там в разгаре. Как бы, естественный фон усталости не повлиял на действия Динамо. Ну что, будут у нас дополнительные шансы в контратаке, когда соперник не может не рисковать. На всех парах летит отыгрываться. И, естественно, тут у Динамо может появиться, что ли, дополнительная возможность для продуктивной. А какой другой? Нам хочется, чтобы 0-2, как минимум, стали цифры на табло. Контр игры. Вандер Хейден, Донг, Оджиджа, Долма, наверное, француз там нарушал правила. Нет. Мараховский вот держал. Почему мне показалось-то, что явно рука, это и без повтора было видно там на плечо. Не то, что опускалось. Видели, когда держал Долман. Прозевали арбитры поляки. Это нарушение правил. Почему, говорю, во множественном числе? У той же бровки находился Томаш Листкевич. Ну, Михаил Листкевич, да, знаете, помните. Самый известный польский арбитр. И возглавлял он польскую федерацию футбола. Вот удар не бровки. Наверное, его сын. Взял в руки мяч Перижич. Минут 15 до окончания матча в Стамбуле, где Галатасарай принимает Карпаты. 2-2 там. Ах, самое малость и не хватило Чухлею, чтобы встретиться с мячом. Горбунов. Ну, видите, да? Все эти передачи воздухом в расчете на агрессивного, порой наглого, фактурного Доржа Куэма. Что ж тогда считать толчком в спину? Не зря там такое истошное «Алло!» А в суде адресовалась реплика. Раздавалась нашей скамейке запасных. Держать мяч. Рецепт стар, как мир. Как один из способов сбить наступательный порыв Брюгер. Вот так, как это делает Монтарут. А тут ошибка, к сожалению. Пас в борьбу. Ну, а как сыграешь по-другому, когда вот так плотно тебя опекает соперник? Перишич. Перевод на Долма, на правый фланг. Монтарут, видим там, тенью преследует. Да, два француза там у нас. Не первый раз уже противостоят друг другу. Мараковский прилетел мяч к Маркосу. О, публике нравится. Маркос обыграл нашего игрока. По-моему, Сазанков там нападающий. Да, зеленые бутсы. Точно он. Ну, не всегда из Минска, я уже как-то об этом говорил. Не то, что плачусь. Просто объясняю, что где-то может какой-то процент ошибок у меня, у коллег, может быть. Но вот ищем, что тут уже какие-то особые приметы. Понятно, что позиция на поле подсказка, но и вот в том числе бутсы. Их цвет. Что касается выступления бельгийских команд в нынешней еврокубковой кампании. Сёркаль играл в Лиге Европы. В втором раунде переиграл финский ТПС. 2-2, но больше мячей забил в гостях. Два. В третьем раунде по сумме двух матчей 2-3 уступил Анартосису, который, ещё раз напомню, сегодня проигрался и сказал, не в Москве, а в Химках 0-4. Генг в третьем раунде Лиги Европы уверенно в гостях 5-1, дома 3-2, переиграл финский Интер из Турку. И сегодня также в 21-30 по белорусскому начал встречу дома на Кристаля-арене с Порту. И пока проигрывает 0-1. Матчи идут параллельными курсами. Это тоже плей-офф Лиги Европы. Ну, пока тут вратарь мне помогает, не спешит. Гент в третьем отборочном раунде Лиги Чемпионов проиграл киевскому Динамо. 0-3 в Киеве, 1-3 дома. Об этом я вспоминал, когда работал на матче Динамо-Киево-Аякс. Дмитрий Рекеш вместо Андрея Чухлея. Наверняка у Владимира Гольмака и были сомнения, раздумья в преддверии этого матча. А не выпустить ли Рекеша с первых минут? Дима очень здорово сыграл в матче с Макаби. Дважды просто геройские подвиги. Отличался во встрече молодежи к Австрии и Белоруссии. Ну, хорошо, что хорошо заканчивается. Наверное, по-другому и не скажешь, да? Да, промахнулся из позиции, где запросто мог и попасть. И посмотрите, Дорш Куэма тут себя каким-то тонким распасовщиком-то проявил, а? Вот такая передача. Ну, не знаю, и по мысли, и по исполнению. Все просто блестящее. Делал Камерунис. Нетолкотнёй, таранными действиями, едиными, что называется, да? Ладно, прерываю пока рассказ о том, как тут бельгийские клубы играют в нынешних европейских клубных турнирах. Серёжа Кондратьев мяч выбил за пределы поля. Набил Герар. Вернул ему мяч Вандер Хейден. Вандер Хейден. Левый защитник. Ничего не было. Динаусы должны вводить мяч из боковой линии поля. В цивильном костюме отметили мы Адри Костер. Вы знаете, вот тот единственный матч с участием Брюгера чемпионата Бельгии, который мне удалось посмотреть. Вот вы знаете, и главные тренеры команды, их ассистенты обязательно ещё на руке. У них закреплены красные повязки, которые сразу видны, бросаются в глаза. Вот, наверное, чтобы было видно, кто может выходить туда, в техническую зону, а кто нет. Страханович. Кисляк. Но вот сумели, сумели перевести игру к чужим воротам. Путила Кисляк. Ах, недодача. Антон делал передачу на Сергея. Наши должны дальше вводить мяч в игру. Ох, какой тут рассерженный вид у Джонатана Блондова. Ну вот показывает нам на крупном плане, кому даёт карточку судья. Да, тут Перишич, конечно, стелился просто по-хамски под Кисляка. И Хорват получает предупреждение. Это нападающий Джозеф Акпала. Ещё один форвард. Ну да, мы разобрались, не ошиблись, что Перишич получил карточку. Ну а Джозеф по национальности у нас нигериец. Кисляк бьёт. Никакого там обзора у Стейна Стейнена. Но, к счастью для него, мяч застрял там в гуче игроков. В центре штрафной площади. Три игрока в этой бельгийской атаке. И всё спокойно. Горбунов хозяин положения. Ещё один темнокожий форвард. Воспитанник футбольной академии Пепси в Логосе. До того играл в Шар-Леруа. До того, как в восьмом году не принял предложения Брюге. И до тринадцатого года здесь подписал контракт. Но вот за два сезона в Еврокубках 4 мяча в 17 встречах. В Лиге в 64-х поединках 22 результативных удара. 24 августа ему исполнится 24 года. Естественно, укрепляет, усиляет. И количественно, и качественно, надо полагать, атаку своей команды Адри Костер. 23 минуты до конца второго тайма. И да, тут не знаю, и не только правой, можно было и левой. И ещё какие-то поискать способы выразить своё недовольство. Да, да, посмотрите, какой момент. Ну, а как же наши тут так-то небрежно в центре защиты играли. Дали возможность Ивану Перишичу, видели, да? И выпрыгнуть хорошо. Ну, то, что позицию выбрал, это его заслуга. Но как же такой зазор-то там был создан у нас между защитниками в самой-самой горячей зоне перед своими воротами. Но вот два одиннадцатых номера и неправ Блондил. Как же он тут грубо атакует Александра Сазанкова. Ой, вы разобрали, что там у нас за абракадабра-то, а? В этом титре присутствовало. Ну, говорить о том, что атака увеличилась количественно, не будем. Ведь покинул-то поле Дорж Куема. Да, от всей души, что называется, Монтаруб приложился. Рекиш, извините, приложился к мячу. От Жиджа. Вот показывает нам эпизод, да. Наверное, прежде всего, даже если бы не видел, не успел заметить, мог бы догадаться, что вот этот игрок с хорошим видением поля и с умением вот такую расчетливую классную передачу сделать, тут мог ассистировать партнеру, который мы видели. Ну, сказать, что простил нас, наверное, не очень будет правильно. Все-таки не будем преуменьшать действия Андрея Горбунова. Не стал гадать, прыгать там. Правый, левый угол стоял по центру, мяч в руки прилетел. Но вот видим пока такой характер второго тайма, когда явно Брюги перехватил инициативу. Пока, в общем-то, и свеженогий часто такой эпитет используют, говоря об игроках, которые появляются на замену. Турекиш, пенальти будет в наши ворота, но да, целиком согласен, даже без повтора с решением польского арбитра. И Мараховский, так же, как и Страханович, не сможет помочь Динамо в повторном поединке этих команд. Ну, видим тут Кондратьев не сумел противостоять Джосефу Акпале. Вот этот игрок, который совсем недавно вышел на замену, заработал и пенальти, падал красиво, падал картинно. Но, на мой взгляд, соглашайтесь, не соглашайтесь, ваше право, арбитр правильно назначил этот пенальти. Ну что, Горбудов, потянет или нет? Без вариантов, конечно же, для вратаря. Вот этот удар Карла Хуфкинса под перекладину. Минувшее воскресенье в дерби тут Брюге он забил свой первый вообще мяч за долгую карьеру. Большое количество матчей провел. Ну и вот, видим, вторая подряд встреча. И он добивается успеха. Да, футбольная классика. Комментаторский штамп. В разные углы летят мяч и вратарь. Деретила. Кисляк. Ну что ж такое-то? Неужели на самом деле не перестраховывался, не стерил, что называется, соломку, чтобы было мягко падать? Вот Владимир Гольбек, когда выражал сомнения и опасения серьезные вот насчет свежести, насчет оптимального функционального состояния своей команды. Путила. Ну, далек я от мысли тут упрекать Динамо, что посчитали они, что и дальше тут все будет идти в нужном русле. Веретила. Кисляк выбивает мяч за пределы поля Вандерхейден. Вот этот. Нет, это был Хуфкинс. Вот как-то так полагал, что по позиции должен быть левый защитник. Нет. Хуфкинс подстраховал своего левого бэка. Да, счастье было так возможное. Конечно, понимали мы, что этот быстрый мяч на шестой минуте. Да, здорово, да. Настроение не мог не придать. Ну, понятно, какие ноты еще. Ни одно можно вспомнить. А как удачно-то вошел Нигерес в игру. Посмотрите, а. Всего ничего на поле. Не правда ли эстафету у Камерунца более чем удачно принял? И тут, по-моему, не было у него положения вне игры. Да, уже не до того, чтобы заглядывать в мне. Поймите, пожалуйста. И сообщать вам, как там другие матчи проходят. Кисляк. Дает орбитер играть. Несмотря на то, что кому-то заметили, показалось, что была игра рукой. Вот это уж точно Вандер Хейден. Ну, видим. Джозеф Акпала удачно вписался в игру. И постоянно своего 15-го номера нагружают синие-черные. А Вандер Хейден. Аджиджа. Ну, что уж, каждое падение будем встречать. Воплем, вздохом, возмущение. Это я к бергейским болельщикам обращаюсь. И требовать штрафного. Перешлить бьет. Кондратьев выбивает мяч за линию ворот. Отец Авадиса Аджиджа ганец. Поэтому такая внешность. Ну, а родился он вообще в Генде. До ума. Смотрите, буквально каждый угловой после перерыва у ворот Андрея Горбунова. Это повод нервничать и самому вратарию, естественным партнерам, да и всем нам. Дают принимать. Акпала. Далма. Нет. Акпала просит мяч. К ему мяч не долетает. Да, как-то посмотрите. Тут все с точностью до наоборот, да? Отмечали мы, наверное, не без оснований, что в первом тайме Брюгель как-то оказался не готов к такой активной, выверенной игре. Динамо. Ну, а тут, похоже, Динамо абсолютно врасплох застало, что вот так сумели бельгийцы улучшить свою игру. Леонардо, по-моему, там готовится появиться на поле. Ну, у Динамовцев, кроме него, еще одно, один бразилец, Лукас Сатера в запасе, Олег Шкабара, Артем Булочек, Алексей Гаврилович и вратарь Александр Сулима. Да, 1-1, шестая и 71-ая минуты матча оказались результативными. Боже, что случилось с Монторупом? Сидя тут быстрее и немедленно, видим, требует, чтобы носилки появились на поле. Василий Трус, вижу, ну, известный, профессиональный наш доктор. Долгое время работал в Могилевском Днепре. Нынче доктор Минского Динамо. Да, так бы хотелось, чтобы сегодня на ноль все три наших клуба играли. Батэш, какой задел и в этом направлении сделал. Блонделл. Направо. Маркоц. Долба. Нет, не опять угловой. Александр Сазанков. Поступает. Место на поле Леандра. О, не слышали, кто-то там на что-то обращал внимание. Утила. Не знаю, может, какие-то советы, рекомендации о возможных перестроениях. Еще каких-то нюансах. Леандра Рамос-Дос Сантос. 9 июня. У защитника исполнилось 18 лет. 7 матчей провел в этом сезоне. Ни мячей не забивал, ни голевых передач не делал. Ну и вновь. Посмотрите, какая тут острейшая атака у Брюги. Ну как-то в середину поля абсолютно проигрываем. И как следствие, ну просто на удивление легко. И мяч доставляется в трофную площадь Горбудова. И видим, какая буквально снежная лавина моментов-то стала возникать у ворот белорусской команды. Ген сегодня вот в матче и плей-офф этого же турнира в Роттердаме встречался с Фея Нордом для бельгийской команды. Леонардо. Ну видим, как технично вразились туда. Двоих обыграл, но подстраховал партнеров Райан Донг. Долма. Да, потрудился он совсем не слабо. И вместо него на поле вступает, выходит нападающий Максим Лестьен. Да, как-то уж обидно много. Да, мяч-то держался, гостил на нашей левой половине. Вот одна из редких вылазок вперед. И то, видимо, она до штрафной не дошла. Не находят польские арбитры тут положения вне игры. У наших-то было больше. Наверное, там 6-7 игроков противостояли четырем хозяевам матча в штрафной Горбунова. Но, тем не менее, перспективно для Брюги, не правда ли, выглядела и эта вылазка вперед. Герар. Пытается в одиночку набил пробиться. Удаётся ему это в штрафную соперника. Андерлехт в плей-офф Лиги Чемпионов. Знаете вы, мы об этом рассказывали. Играл сербским партизаном. Веретила. Ну, арбитр тут рядом. Хочется верить, ничего не придумывает. На самом деле... Увидел фолл со стороны Олега Веретила. Ну, да, левой ногой тут, наверное, уж... Не очень-то по правилам, скажу так. Останавливал он рвущегося. Видели, с какой энергией, с какой страстью штрафную. Игрока бельгийской команды. 82-я минута. Стартовала, побежала. Аджиджа. Ну, вот Страханович там. Контролировал до конца ситуацию. И, видим, был готов помешать. Так, по крайней мере, кажется. Сопернику замкнуть эту передачу. Что там в лицо? Антону Путило попал мяч. Феонорт выиграл у Гента. 1-0. Ну, Лискиен тут. Грубо. Грубо атаковал Олега Веретила. Ну, а как иначе сказать? Да, хотел сыграть мяч, а получилось-то в колено. Заметили, как Буццей заехал. Да, сами и ощущаете, и слышаете реплики. Понимаете, какая там нервозная обстановка в нашем лагере. Давят, давят. Момент за моментом. Никак. Понятно-то, в теории понимаемо. Банна небесная. Отодвинуть быстрее, подольше. На большее время-то игру от своих ворот. Да, нашел в себе силы Брюге. И с точки зрения психологии. Ну, начало сезона. Ладно, тут не будем долго рассуждать на тему. Кто, по теории, должен быть более свежим. Большей сил сохранит на концу манча. Но вот видим, как тут. Совсем уж сложно-то нашим приходится. Говорят, а попросту и без затей. Заметался мяч перед нашими воротами. И попадает в сетку. Джонатан Блонделл делает счет 2-1. Балейщики-пессимисты сейчас, наверное, могу сказать, да, гол назревал. Я чувствовал, что добром это может не закончиться. Ну, и вот давайте еще раз смотрим этот эпизод. Кто ж тут не дотягивается до мяча Горбуно. Вроде бы возвращается Андрей Ворота. Но потрясающее голевое чутье проявляет Блонделл. Опять-таки Веретило не удается, несмотря на все усилия, вынести мяч. Второй такой эпизод. Не хочу тут сказать, что Веретило во всем виноват. Но, может, просто и в чем-то и не повезло нашей двадцатке. Наверное, считанных там сантиметров не хватило, чтобы кончик, острие его бутсы встретило с мячом. Да. В течение 13 минут. Сини-черные. И сравняли счеты, вышли вперед. Олег Шкабара. Да, опыт футболиста, который, наверное, прежде всего сейчас нужен нам здесь для организации оборонительных действий, для того, чтобы дальше сдерживать брюги. Ну, ладно, один-два забили, мяч в гостях. Понятно, что куда более радужные. Хотелось нам тут перспективы видеть. И вот сейчас концовки матча, да? В ходе первого тайма, после него. А сейчас бы не пропустить больше. Об этом будем мечтать. Да, как-то Динамо явно подсела. И явно... Куда более свежей, более мобильной выглядит команда соперников. Да, у бельгийцев только сезон начинается. Да, у нас сезон в разгаре. Да, общеизвестные трудности, проблемы, с которыми белоголубые столкнулись в этом сезоне. И найти каких-то контраргументов вот против такого давления. Опять-таки, не хочу там унизить, обидеть брюги, но давление это не самого там, не знаю, такого классного толка, если хотите. Варианте более классной команды. Да, вот такая прямолинейная сила. Будем вас продавливать. А посмотрим, как вы выстоите или нет. К сожалению, на 71-84 минутах не выстояли. Страханович мяч отбил. И посмотрите, какой по красоте-то редкий удар удается О'Джиджа. О'Джиджи, нет, извините, да, уже не француз. И склонять будем. И ударение правильно ставить. Вот у него отец Ганец. В Гамбурге в основном году провел всего два матча. Не задержался. Но вот в минувшее межсезонье продукт Академии Эндерлехта этого игрока хотели Гамбургсы вернуть. Обе Баруси, Кёльн, Валенсия его, что называется, мониторили. Так что тут много игроков, действительно, интересных. Действительно, на которых обращает внимание футбольная Европа. Ну, как-то так с большего-то хочется не успеть в репортаже, естественно, не принося в жертву главное рассказ о матче. И хоть какую-то дать характеристику-то. Игрокам, соперникам. Ну, не знаю, может, повезет на повторном матче команду работать. Не пытался все, что знаю, поверьте, сегодня вам рассказать. Да, абсолютно разные таймы. Тайм надежды, тайм веры. Светлое будущее до перерыва. Ну, и сейчас на финише матча мысли, наверное, не у меня одного. Нам бы больше не пропустить. Не боюсь тут что-то накаркать, сглазить, говорю. Как есть. Беда не приходит одна. Вильяреал открыл счет. Матч из Днепром. Марчена на десятой минуте забил мяч. Матч из Днепром. Матч из Днепром. » Субтитры сделал DimaTorzok Досели динамовцы лишь один раз встречались с соперниками из Бельгии в европейских клубных турнирах В 87-88 годах в этом розовыше Кубку Ефа Динамо-Михелено Вот такие были матчи В Минске наши проиграли 0-1, в Бельгии сыграли мячу 1-1 Наверное, болельщики вспомнили, да, в Минске игра проходила начало весны Снег лежал И бельгийцы нежданно-негаданно для всех вышли на поле с черными полосками под глазами Комментировал матч, признаюсь, до того ни о чем подобном и близко не слышал Холодный пот прошит, надо же болельщикам объяснять, что это за туземцы, что это за окрас на лице Благо рядом был бельгийский коллега, объяснил, что вот есть такое, оказывается, средство Черную полоску под глазом сделаешь, плюс 4 минуты, спасибо, видим информацию И оранжевый мяч на снегу, ну, куда более становится заметным для увеличения остроты зрения Ну, а с Брюги играли и Зенит, и ЦСКА, и Локомотив, и Шахтер Наверное, помните вы эти матчи Ну, а белорусско-бельгийские отношения еще, как тут не вспомнить, Нафтанген, Бате Андерлехт Ну, это уже все В самой концовке еще Это вам напомню Да, уже даже не говорю о том, что вот при варианте, когда Брюги тут видим, как хочет забить третий мяч У нас тут, может, какая-то появится возможность-то лихую кавалерийскую контратаку сходу провести Нет, сейчас вот, как мне кажется, главное больше не пропустить Ну, а что? Смелость города берет? Нет, Векеш дальше не пошел Схватился за голову, Дима понял, обрезку какую сделал Драгун Да, усталость, неудовлетворение ухода матча Может быть тем, что никак не удается во втором тайме сдержать Натя с бельгийцем Ну, порой мы слышим реплики, да? Игроков Которые действительно так думают Пашем, пашем, стараемся, стараемся А получается не все Рассержа, наверное, это прежде всего на самих себя Мужчин Джозеф Акпала Ну, естественно, лучший бомбардир команды это Дорш Куэма Поэтому не буду говорить тут сакраментально, что, может, и пожалел Адри Костер, что вот в начале Камерунца, а не Нигерица с первых минут выпустил на поле Итак, 100 секунд Если арбитр будет уж совсем тут пунктуален и скрупулезен Ну, уже меньше полторы минуты До окончания этого матча Еще одна бельгийская атака И вновь мы видим, вроде бы, Динамо стоит больше В трофной не реагирует арбитр Не считают, что Нападение Стаса Станислава не реагирует Не считают, что Акпала Драгуна подтолкнул На шестой минуте Станислав Драгун счет открыл На 71-й Карл Хуфкинс с пенальти Остановил равновесие И на 84-й Джонатан Блонден забил пока последний мяч в этой встрече Карточка Маркосу Маркосу Камацата, если хотите Можно и, так сказать, воспитанник интернационаля Спорт-Алегри Ну, пятый, кстати, бразилец в составе Брюге итальянский у него корни И, кстати, пятый игрок из Стандарта Который вот перешел в этот клуб В Лиеже он с шестого по десятого годы Играл, так что в Европе 27-летний Фланговый игрок может и в полузащите И в защите, как сегодня сыграть в Европе он давно Итак, штрафной Динамо Мяч планируют В перчатке Стейна Стейнена Ну все, похоже, Мартин Бронский Да, так и есть заканчивать этот матч Да, могли мы рассчитывать, что куда более радовать наш глаз будут цифры на табло Но, учитывая то подавляющее преимущество, которое во втором тайме имел Брюге Да, но тут версий, оценок, естественно, будет много Ну, наверное, и то, что проиграли 1-2 Уступив один мяч, все-таки забив в гостях Это важно Может быть, тоже не самый худший исход Ну, надо выигрывать в Минске 1-0 И все, и пойдет Динамо в групповой турнир Лиги Европы Все, уважаемые друзья, тут продолжают нам вот такие неприятные, в кавычках, подарки делать бельгийские коллеги Национальная телерадиокомпания Республики Беларусь Главная дирекция спортивного вещания Телеканал ЛАД Режиссер на приеме трансляции Андрей Пинчук Редактор Александр Козюкевич Звукорежиссер Леонид Рощинский Комментатор Владимир Новицкий Всего доброго